Правоохранители получили оперативную информацию о том, что житель Ивановского района занимается сбытом фальшивых денежных знаков. Установили, что закупает он фальшивки через теневой интернет-магазин. Вычислили место, куда будет сброшена очередная партия подделок и задержали покупателя. За что задержаны сейчас? Приобретение бумаг. Каких? Фальшивых. Фальшивых денежных знаков? Да. Где приобретали? В интернете. Как давно этим занимаетесь? Чем? Приобретением. Вот приобрел. Мужчина, поднявший деньги из тайника, принес криминальную посылочку к себе домой. В ходе обыска полицейский и оперативники ФСБ нашли и изъяли 56 купюр, подлинность которых была весьма сомнительна. Согласно оперативно проведенному исследованию в экспертно-криминалистическом центре управления полиции, изъятые купюры не изготовлены на предприятии госзнак и являются подделкой. Что в дальнейшем делаете с ними? Ничего, оставляю себя. Между тем полицейские располагают совсем иной информацией. Задержанный рассылал полученные деньги мелкими и средними партиями в различные регионы России. Для отправки поддельных денег пользовался услугами транспортной компании. Однако задержанный упорно настаивает на своей версии того, зачем он покупал фальшивки. То есть вы приобретаете и дома их оставляете? Да. Зачем вы так делаете? Ну, просто, ну, скажешь, снимать в тиктоке и как бы, ну, хвастаться. А, вы тиктокер? Ну, как бы, начинающий. Начинающий тиктокер несколько раз привлекался к уголовной ответственности. За совершенные кражи успел побывать в следственном изоляторе. Сейчас в отношении него следственными органами полиции возбуждено уголовное дело о хранении и сбытии фальшивых денежных знаков. Еще одно дело возбуждено по наркотической статье. При задержании и личном досмотре у Ивановского тиктокера изъяли синтетический наркотик метилофедрон. Фигурант арестован. И на два ближайших месяца помещен следственный изолятор.